Громко слушать музыку, шуметь, делать то, что мешает спокойно жить соседям не только ночью, но и днём, согласно новому закону Кемеровской области, со 2 ноября 2012 года запрещено. Строительные и ремонтные работы можно проводить только по будням, с 8 до 20 часов. За исключением неотложных действий, это аварийные и спасательные работы для обеспечения безопасности горожан. Если после 8 вечера не прекращается звук телевизора, игра на музыкальных инструментах или шум электродрели, спокойные соседи в полном праве вызвать полицию, и нарушители будут привлечены к административной ответственности. Увеличились штрафные санкции. Если раньше были от 300 до 1000, то сейчас в отношении граждан в размере от 500 до 1000 рублей. На должностных лиц от 1000 до 2500 рублей, на юридических лиц от 2000 до 5000 рублей. Злостные нарушители оштрафованы неоднократно, встречаются редко. Все-таки штрафы дают определенный эффект. Хотя в целом статистика неутешительная. Протоколы рассматриваются административной комиссией каждые две недели. В среднем за месяц в мэрию города поступают 15-20 жалоб на громких соседей, которые нарушили тишину и покой добросовестных ленинск-кузнечан. К примеру, житель многоквартирного дома по улице Ленина в 23 часа устроил настоящую дискотеку. Хозяину с гостями было так весело, что они и не заметили, что время уже позднее. И что вы не знали, что так поздно музыку включать нельзя? В том, что правила общежития в многоквартирных домах известны не всем, убеждены сотрудники полиции. На вызовы вроде «соседи громко слушают музыку» или «ремонт после полуночи не прекращается». Они спешат едва ли не каждую ночь. Вот недавно пришло обращение, тоже жалуются женщины, тоже топают, шумят. Квартиру недавно сняли или заехали туда квартиру, и постоянно там молодые люди пьянствуют, топают, машины подъезжают. На этот раз специалисты административной комиссии рассмотрели 9 протоколов. Из них двум нарушителям закона выписано предупреждение. Остальные любители шума в течение месяца обязаны заплатить наложенный штраф. В случае отклонения от административной ответственности дело перейдет к судебным приставам.